МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рухнула крыша, погиб спортсмен. Подробности трагедии на рынке. Овощи в огне, в Смыловке полностью сгорел склад. Смертельный вдох, кто продает подросткам опасный газ? Машина провалилась под лед. Итоги учений спасателей. В шестой раз с триумфом проект «Своя колея» снова собрал полный зал. На фестиваль восточных единоборств приедет артист цирка Дюсалей. Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости на телеканале НТР в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Чистил крышу от снега, конструкция не выдержала, человек упал, погиб. Трагедия произошла накануне на рыночном комплексе «Арслан». Смерть настигла ветерана спорта, чемпиона республики по борьбе кореш. На территории рыночного комплекса «Арслан» разбирают спецтехнику, разбирают павильон. Связано ли это со вчерашней трагедией, узнать не удалось. Но именно здесь рабочий убирал снег с крыши, поликарбонатовая конструкция не выдержала, нижнекамец провалился вниз. Множественные переломы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался во время операции. Кто заставил его подняться на хрупкую скользкую кровлю? Руководство рынка разговаривает со съемочной группой наотрез отказалось. Проход на территорию закрыли. Не пустите нас посмотреть? Погибшему было 67 лет. В прошлом Наиль Зайнулин – прославленный спортсмен, чемпион Татарстана по борьбе к рэш 70-х годов. О его победах до сих пор помнят в спорткомплексе «Шинник». Имя Зайнулина увековечено в книге памяти. Наиль Зайнулин четыре раза побеждал в своей весовой категории на Нижнекамских Сабантуях и в абсолютном первенстве входил всегда в число призеров. В своей весовой категории он был непревзойденный на наших Сабантуях, когда боролся и на республике, и чемпионом России в 1975 году. Похоронили Наиля Зайнулина сегодня. Причину трагедии будет выяснять полиция. Школьные столовые остались без овощей. Их уничтожил огонь на складе. Фермеры общества «Земляки» в пожаре потеряли миллионы рублей. Помимо продовольствия в ангаре, который, к слову, тоже уничтожен, сгорела дорогостоящая техника. Александр Комаров побывал на пепелище. Ему слово. Я полвторого приехал сюда. Вот так дымил, души не были, тут пожарники были. Ильшат Комалиев – совладелец сгоревшего ангара. Приехал в Смыловку сразу же, как только узнал о возгорании. Огонь практически на его глазах уничтожал все имущество. Пожарные бились с пламенем, как могли. Но в итоге несущая конструкция не выдержала напряжения и рухнула, похоронив под собой не только овощи, но и три автомобиля. Вот одна машина, два трактора. Он обогревался? Он выключенный был. Говорят. Дежурный постоянно приходил, смотрел света. Ни одна из сгоревших машин не была застрахована. Так же, как и продукция. Огнем полностью уничтожены овощи, которые были на складе. В уголь превращено более 300 тонн картофеля, а также запасы свеклы и капусты. Сейчас фермеры подсчитывают убытки. Ведь на свеклу, картошку и капусту был покупатель. А точнее, эти овощи должны были стать частью школьных и детсадовских обедов. Сумма ущерба только от сгоревших овощей по примерным подсчетам составляет более 5 миллионов рублей. Второй совладелец имущества, фермер Рия Закиров, переживает за исполнение контракта. Ведь картофель должен был отправиться не только в школьные столовые Нижнекамска, но и на экспорт в Краснодар. Самые выращиваем, самые продаемые, можно сказать, для садиков, для школ. Сейчас вот в конце февраля где-то уже отправлять начали. Было как бы заложенный картошкой здесь, Краснодар, теплые края отправляемые. Сейчас завалы 70-метрового ангара исследуют инспекторы пожарного надзора. Они же опрашивают владельцев имущества и очевидцев пожара. После чего можно будет говорить о предварительных причинах возгорания на овощном складе в деревне Смыловка. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. В судмедэксперты установили причину гибели 11-летнего мальчика. Вскрытие показалось, что смерть наступила в результате отравления газом. Где школьник мог купить смертельный баллончик и почему несовершеннолетним спокойно продают такие вещи? В проблеме разбиралась Светлана Шумкова. 11-летний мальчик умер от отравления пропаном и изобутаном. Следственный комитет дал официальный ответ. 25 января 2019 года примерно в 15 часов на лестнице площадки между 4 и 5 этажами 4 подъезда дома 44 по проспекту Химиков был обнаружен друг мальчика возрастом 11 лет. В ходе осмотра в кармане верхней одежды был обнаружен газовый баллончик для заправки зажигалок. Вскрытие показало, что смерть мальчика наступила в результате отравления пропаном и изобутаном, бутаном с преобладанием изобутана. В настоящее время следственным отделом проводится доследственная проверка. Трагический случай произошел в пятницу. В подъезде дома Химиков 44 был обнаружен мертвый подросток. В кармане у ребенка лежал газовый баллончик для заправки зажигалок. Продают их в небольших ларьках. И, как выяснилось, дети нередко пытаются купить баллончики. Привезли их где-то в понедельник, но мы не продаем детям. Но они спрашивают. Бывало, спрашивают, да. Спрашивают, постоянно спрашивают, но мы их не продаем. Порой в продаже можно встретить и такие флакончики с бензином. И на них находится спрос среди подростков. Детям мы не продаем. Есть даже есть, когда мы не продаем. Потому что кругом студенты. Во всех магазинах, куда мы заходили, продавцы качали головой. Детям газ они не продают. Но, как и везде, есть ответственные работники, а есть те, кто попросту не задумывается, для чего ребенку такой баллончик. Так, после страшной новости в социальных сетях разгорелись бурные обсуждения. Сотни комментариев, среди которых от продавца. Девушка признается, что погибший мальчик покупал газ у нее. Было дело, я знала этого мальчика. Он и у меня его пару раз покупал, говоря, что сестре с картой взрослого человека. Я даже представить никогда не могла, что ребенок 11 лет может такими вещами заниматься. Газ из зажигалок и баллончиков подростки чаще вдыхают группами, говоря на их языке, чтобы словить кайф. Кому-то везет, но некоторые становятся жертвами токсинов и своего любопытства. В интернете очень много статей на эту тему, где опытные наркологи пишут о том, что вдыхая газ, подростки теряют сознание и уже не могут регулировать процесс вдыхания. Газ из абутан приводит к сердечной аритмии, нарушению функций головного мозга и легких. Даже если человек не умрет, то может остаться инвалидом. И все же сейчас главное донести до детей, что дышать газом не круто, не модно, а опасно. И тут очень многое зависит от родителей. Они могут и обязаны контролировать, куда и с кем ходит их ребенок и чем занимается. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР. Два человека утонули, двое доставлены в больницу. На ледовой переправе Покровская произошло ДТП. К счастью, это был всего лишь сценарий учений. Какую отметку поставили действием спасателей, на какие ошибки указали. Анастасия Шакирова наблюдала за процессом. Здравствуйте. Переправа Покровская, Красный ключ. У нас проводится учение. Порвал машины под лед. Пока один сообщал, другой работник переправы уже бежал на место ЧП. Важна каждая минута. Подобраться к автомобилям можно лишь с помощью специального деревянного оборудования. Вокруг машин открытая вода. По сценарию учений на ледовой переправе столкнулись два автомобиля. Один пошел под воду. Почему ДТП произошел? Второй догнал его, тот дорогу не дал. И они столкнулись. Поэтому здесь должны идти по порядку. Никаких здесь обгонов не должно быть абсолютно так. Они потихоньку, там скорость 20-15 км в час, они должны потихоньку по своей линии передвигаться. Вторую машину пробую открывать. Не получается. Работникам переправы вытащить людей из автомобилей не удалось. Эстафету спасения приняли пожарные. С помощью гидравлического оборудования они вскрывают машину. Пострадавших передают медикам. Тем временем водолазы готовятся к погружению. По легенде учений двое людей оказались в воде, когда пытались выбраться из машины. Что человек останется жив. Шансы очень маленькие, но шансы всегда есть. Все будет зависеть от того, как своевременно будет поступлено сообщение вызова службы 112. Сегодняшний сценарий учений был трагичным. Погибшие – пострадавшие. Старались все максимально приблизить к реальности. Сделать мероприятие не показным, а действенным. Наша задача – проверить, насколько готовы сотрудники льдовой переправы к чрезвычайной ситуации. Как они будут действовать, как они будут слаженно все это проводить, насколько эффективны они будут. Весь процесс учений занял чуть больше 30 минут. За это время все участники процесса отработали свои действия. Сотрудники МЧС поставили учением отметку «твердая тройка». Начался разбор ошибок. Сегодня толщина льда на переправе составляет 55-60 сантиметров. Ездить вполне безопасно, но только при условии, если соблюдать все правила безопасности. Самое главное – это придерживаться дистанции между автомобилями и ни в коем случае не идти на обгон. Иначе сюжет учений может стать страшной реальностью. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов, Новости НТР. Единственный частный приют для бездомных животных, что находится в селе Прости, нуждается в помощи. Ситуация почти катастрофическая. 78 кошкам и 11 собакам нужен корм и лекарства. За животными ухаживает одна женщина. У нее не хватает ни сил, ни денег. Лилия Егорова продолжит. Рыжие, черные, белые и каких только кошек здесь нет. Они повсюду. На антресолях, за шкафом, на столе. Всех животных хозяйка приюта забрала домой с улицы. Ради них разменяла трехкомнатную квартиру в городе и переехала в деревню, в гараж с жилой пристройкой. На втором этаже живут 63 кошки. Еще 25 на первом. Чтобы прокормить всех животных, нужно минимум 200 рублей в день. Так как им хозяйка варит 2 килограмма крупы и еще столько же субпродуктов. Но кошки также любят еще и сухой корм. Животным требуется не только питание, но и медикаменты. У большинства кошек больные глаза. Необходим грамотный и медицинский уход. Но денег на постоянные поездки в ветеринарной клинике у хозяйки приюта нет. Как и на покупку корма. Женщина согласилась дать интервью, не показывая лица. Отопление у меня электрическое, очень дорого. У меня практически вся зарплата только на отопление уходит. Еще кормить надо кошечек. И зимой вообще очень сложно выживать. В приюте живут не только кошки, но и 11 собак. Для них женщина построила специальный вольер за 70 тысяч рублей. Помогли волонтеры. Псы, по ее словам, очень прожорливые. Только собакам на 2 недели самый дешевый корм, чтобы купить, надо 55 килограмм. Только самого дешевого корма на 2 недели. Женщине тяжело одной содержать приют, потому она просит помощи у неравнодушных нижнекамцев. Номер банковской карты, куда можно перечислять денежные средства, вы видите на экране. Лилия Горова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Об этой теме нам сообщили телезрители. Если у вас тоже есть важная или интересная информация, звоните нам по номеру 8-917-93-73-077. Задыхаются без кислорода. Рыбаки и экологи провели операцию по спасению рыбы в озере Каракуль. Наша съемочная группа увидела, как несмотря на сильный мороз и минимум возможностей, они спасают обитателей замерзшего озера. Звук пилы и голоса людей разрывают звенящую тишину озера Каракуль. Сразу порядка 20 рыбаков, рассредоточившись по всему водоему, рубят проруби, бурят лунки. Но цель их вовсе не богатый улов. Щука, лещ, карась задыхаются в ледовом плену. В этом году решили сделать это пораньше, до моря рыбы, проверить все, то есть в январе. Потому что в том году уже в феврале был мор рыбы, увидели мы это. На улице минус 20. Только что пробуренная лунка уже через 10 минут начинает схватываться льдом. Через два часа замерзает полностью. Оттянуть хоть ненадолго драгоценное время помогает сухой камыш. Чтобы в дальнейшем наша работа прошла не напрасной. Устанавливаем лыжи, чтобы полкистнород в дальнейшем. И чтобы она не замерзала, наверное, подольше, да? Да, да, какое-то определенное время лунка не будет замерзать. Каждый день мы не можем приезжать. Спасательная операция могла бы быть более масштабной и эффективной, если бы воду, обогащенную кислородом, пустили по трубе, которая идет прямиком в озеро. Ежегодно у нас через забор подавалась вода через трубу, вот эту вот. И малька намного больше спасалась. Это было намного эффективнее, чем делать, конечно, эти вот, пробуривать бурки, лунки. Но, я не знаю, почему-то в этом году пока что воду не подали. Хотелось бы, чтобы администрация города и Нижнекамский нефтехим обратили на это внимание, присоединились к нашей акции по спасению рыбы и подали воду. Ну, а чтобы еще больше укрепить боевой настрой и согреть участников акции, повара готовят для них наваристую шурпу по особому охотничьему рецепту. Наталья Лушникова, Марсель Джураев, Новости НТР. Любви все возрасты покорны. Это доказывает 76-летняя невеста. Она стала самой возрастной, кто вступил в брак в 2018 году. Жениху, кстати, 78, а самой молодой паре 15 и 17 лет. Сегодня управление ЗАГС подвело итоги на еженедельной планерке. Любопытно, но в Нижнекамске девушки стали выходить замуж намного позже. Если раньше в законный брак вступали до 25 лет, то сейчас возрастная статистика сдвинулась до 35. Средний возраст мам тоже поменялся. Сейчас обзавестись ребенком решаются женщины ближе к 29 годам, когда они уже твердо стоят на ногах. Но есть и те, кто готов не только ко второму или даже к третьему ребенку. 2018 год семьи Леонтьевых принес с десятого малыша. Стоит отметить, что в Татарстане наш ЗАГС держит лидирующую позицию. Статистика рождаемости, смертности и вступления в брак на хорошем уровне. Единственный показатель со знаком минус – разводы. В прошлом году распался один из самых долгих союзов. Пара вместе прожила 47 лет. К сожалению, как и прежде, большая доля разводов, 36%, приходится на молодые семьи, чей стаж семейной жизни не превышает 5 лет. Самый непродолжительный брак 2018 года продлился всего полтора месяца. Молодые люди подали заявление на развод через 9 дней после того, как зарегистрировали брак. Именно для таких разводящихся важна профилактическая деятельность. И у нас сложилась определенная система работы. С парами, которые занимаются своими желаниями оформлять развод не в прошлом, но в прошлом году я беседую лично. Шикарно, потрясающе, великолепно. Так нижнекамцы приняли уже шестое по счету свою колью. Проект памяти Высоцкого неизменно собирает полный зал. Ведь на сцене неожиданные дуэты. Местные артисты поют с Куценко, Домогаровым и другими российскими звездами. Атмосферу концерта передаст наша съемочная группа. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, и он кричишь, когда непьян. Да что, Иван! Ты сильно грубость отбиваешься, сожди на битве, норли. Кусаешь, так накувыркаешься, придешь домой, да ты видишь. Нет сомнения, на сцене та самая пила Зина и грубиян Ваня. Семейная перепалка у телевизора, пожалуй, один из самых веселых и известных шлягеров в творчестве Высоцкого. На своей колее эти яркие образы воплотили Гоша Куценко и журналист НТР Кристина Матвеева. Дуэт сложился и на сцене, и в жизни. Она сказала, ну тебе приставать. Но сначала держалась на дистанции. Я сказала, что я буду Гошу трогать. Я держалась на дистанции, в какой-то момент расслабилась. Я вижу, подошла и... Микрофон, подошла, потому что... Я думаю, ну все. Я понимаю, что с этим человеком очень комфортно работать, потому что он настоящий артист, настоящий профессионал. И вообще, мне кажется, имя Гоши Куценко говорит само за себя. Это просто супер бренд, и поэтому мне было мега комфортно с ним работать. Я считаю, что творчество Великого Высоцкого нас объединило. Вот, вообще, чудесно. В дуэте с нашими артистами Сергей Гармаш, Александр Домогаров, Валерия Ланская, Екатерина Гусева. Ансамбль песни нашего века и оркестр «Глобалис». Таков звездный десант шестой колеи. В зале нет свободных мест. Каждая песня – неутихающие овации. Каждый выход на сцену – благодарность зрителю. Я вообще считаю, что Высоцкого давно нужно включить в школьную программу. А вот вам, пожалуйста, в Татарстане, в городе Нижнекамске, он уже три года включен в эту школьную программу, потому что посмотрите, сколько на сцене молодежи, сколько детей, и как потрясающе совершенно в разных интерпретациях звучит Высоцкий. Поколение Высоцкого под таким лейтмотивом шла колея 2019 года. И оно у Владимира Семеновича большое. Поэт умер почти 40 лет назад, но он по-прежнему в числе народных любимцев. Его слава как будто застыла. Его строки оказались бессмертны. Все, что говорит Высоцкий – это стопроцентная правда. Вот потрясающе! Вот просто слов нет. Потрясающе! Концерт супер! Понравился формат объединения Нижнекамска и знаменитых актеров. Это просто интересно. Здорово! Наталья Лушникова, Марсель Джураев, Новости НТР. В этот раз Нижнекамцев ждал двойной сюрприз. На сцене Дома народного творчества выступили не только известные артисты, но и Московский театр имени Николая Скорика. Странные, на первый взгляд, действия – ничто иное, как разминка. Артисты готовятся к выступлению. В репертуаре молодых актеров 20 спектаклей. Здравствуйте, Владимир Высоцкий – самый волнительный. Он основан на письмах, которые присылали легендарному поэту при жизни. Да будем песни петь, мы будем песни петь, и все это будет соединено письмами поклонников к Высоцкому. Они написали письма, и мы их прочитали. И якобы от их лица пытаемся это все передать, их эмоции, их переживания, и перейти к какому-то произведению. Режиссер спектакля «Здравствуйте, Владимир Высоцкий» и его сын Никита. Он же преподаватель Московского государственного университета культуры и искусств. Актеры – его бывшие ученики, а ныне артисты театра имени Николая Скорика. Это их такой, на мой взгляд, очень важный для них такой шаг в жизни. Их взгляд на Высоцкого, они люди очень молодые. Вот, и мне кажется, это такой взгляд их поколения, так скажем, на его творчество и на его личность. Здравствуйте, Владимир Высоцкий. Я врач, вы специалисты, вы очень хорошо. Я поэту, вы простите. Здравствуйте, Владимир Высоцкий. Этими словами начинались письма, адресованные легендарному музыканту. Поклонники рассказывали о себе, о своих увлечениях и, конечно, признавались в любви поэту и его стихам. Я плохо от ударов ладони. Я ослеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфонии. Потакал подражателем птиц. Высоцкий читал далеко не все письма. У него не хватало времени. Их сохранила мама поэта. Сейчас они бережно хранятся в его музее. Такая гениальная личность, что хочется прикоснуться немножко к его творчеству через такой спектакль, к его судьбе, прочувствовать заново надрыв его души. В зале в этот вечер было много молодых людей. К этому и стремится режиссер спектакля. Ведь поколение Владимира Высоцкого уходит, а его творчество не должно уйти вместе с ними. Лилия Егорова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Нижнекамск вновь показал свое лицо. В Казани подвели итоги конкурса на лучшие новогодние оформления и праздничные мероприятия. В своей номинации наш город занял первое место. Диплом мэр Нижнекамска Айдар Мечен получил из рук президента Татарстана. Итоги конкурса подводились на основе голосования. В этом году нас радует 8 елочных площадок. Каждый по-своему надел новогодний наряд и погрузился в атмосферу волшебства. Километры гирлянд, горки, лабиринты, ледовые фигурки. Взрослые дети смогут наслаждаться этой зимней красотой до конца февраля. Первое место имеет особенность, потому что его необходимо не только заслужить, но и удержаться на данном первом месте, а это еще сложнее, наверное, чем победить в этом конкурсе. Поэтому, естественно, мы уже с весны начнем работу по формированию новогодних елочных городков и тех изменений, которые мы можем внести не только в облик новогодних городков, но и в облик нашего города в целом. На этом моя часть выпуска завершена. Далее смотрите новости спорта и прогноз погоды. Я напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или посредством сайта ntrdefiz24.ru. До встречи в эфире. Сегодня в новостях спорта задавили нижегородцев подробности матча «Нефтехимик торпеда». Фестиваль единоборств в Нижнекамске – новые подробности грандиозного эвента. Об этом и не только. Сразу после рекламы. Реальная экономия в «Эссен». Огурцы 1 килограмм 109,90. Действительно выгодно! Акция действует с 29 января по 4 февраля в гипермаркетах «Эссен». Ликвидация зимней коллекции в магазине кожи и меха «Лефур». Кожаная куртка в подарок. Торговый центр «Олимп», третий этаж. Акция действует до 31 января. В медицинском центре «Дина» ведет прием детский врач-невролог Галеева Венера Ивановна. Ждем вас по адресу Мира 28. Телефон 36 44 44. Со 2 по 5 февраля лечение проводит кандидат медицинских наук Бегалиев Бикмахамат. Телефон для справок 8 909 313 48 09. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Вера Верц. Здравствуйте! Неприступный Нижнекамск. Новость с таким заголовком появилась в сети сразу после матча «Нефтехимик-торпеда». Мало кто ожидал от нижнекамцев такого результата, когда до старта плей-офф остаются считанные матчи. Тем не менее, завершив выездную серию с характером, наши показали оскал и на домашней арене. Как это было, смотрите далее. «Нефтехимик» не оставляет надежды прорваться в кубковую восьмерку. Это несмотря на то, что в последнее домашнее противостояние вступил лидер Востока и кентербургскому автобилисту в сухую 0-3. Серию продолжили игрой с «Нижегородской торпедой» на новичковом конференции в этом сезоне. Начало у гостей не задалось, и уже на 29-й секунде они пропустили. Как ни старались любого коллектива, да только больше забитых шайб болельщики не увидели. Это при том, что наши перебросали практически в два раза – 15-8. И все же торпеду удалось отквитать пропущенную шайбу. Случилось это во втором игровом отрезке. На 26-й минуте сравняли. На экваторе матча «Нтехимик» штурмал «Ворочек» и «Нижегородцев». Пришлось ему нелегко, но меньшинство отстоял. Составы сравнялись, но прессинг «Волков» слабее не стал. В концовке 20-ти минутки «Волки» продолжили доминировать, показав, кто на льду хозяев. В одном из моментов надбивания в зоне вратаря наши чуть было не забили. Счет равный, гости больше играли от обороны. «Нефтехимик» диктовал правила игры. Не особо вмешиваясь с одинноборством, нижнекамцы заработали большинство лишь шифт торпедосов «Легионера». Новичкам «Востока» пришлось, мягко говоря, не сладко. Броски нижнекамцы изобретали на любой вкус и цвет, да и розыгрыш перед броском гости предугадывали через раз, пока не забили. Но впереди убили еще 20 игровых минут, а с таким рвением стоило ждать новых шайб. Ожидания оправдались. Как только стартовало последние 20 минут, к авторам гола стал поряден. Снова минимальное преимущество, но отсиживаться в обороне наши не стали. При любой выдававшейся возможности обстреливали воротчика торпеда. В целом, весь третий период получился очень активным. Взаимные выпады на ворота соперников, обилие силовой борьбы. Игра выдалась зрелищной. В одной из атак нижегородцы упустили стопроцентный момент для взятия ворот. Наши помешали в самый последний момент. Впрочем, и атаковать «Нефтехимик» не забыл. Вал хрупкое преимущество надо было приводить в более уверенное превосходство. Но в первую половину третьего периода это не удавалось. Хотя и момент создавали. Близилось к концу основное время матча. Инициативу на льду владел «Нефтехимик» и бросал заметно чаще и смотрелся увереннее. Но только в сетке шайбы так и не побывало. Последние две минуты, как блицкрик, торпеда сняла вратаря и принялась к штурму. Только вот шестой полевой нижегородцев не помог. На исходе второй минуты оставшегося игрового времени шайбу перехватил «Хайрулин» и сопроводил ее аккурат в ворота гостей. После такого полностью деморализованной «Нефтехимиком» торпеда отправиться уже не смогло. 3-1 подопечные Буцаева победили. Понимали, что нам нужно играть активно против этого соперника. Забили быстрый гол. Но, к сожалению, посчитали, что дальше мы также сможем легко забивать. Опустили несколько возможностей в первом периоде. Ну, а когда ты не забиваешь, то уже появляется некая неуверенность. Также мы недовольны игрой в большинстве. Я беру это поражение на себя, что команда уходила, нельзя. Не смотри, счет, смотрим, был 1-1. А потом забили. И у нас 4 хорошие пустые ворота момента не забили. И все это шансов после этого уже не было. Ну, опять соперник хорошо играл. Опять берет поражение на себя. Поэтому я должен был готовить команду. Команда вышла, не готова сегодня. Теперь парни Вячеслава Буцаева готовятся к следующему матчу января, завершающему эту домашнюю серию. Завтра на льду «Нефтехима-арена» «Нефтехимик» встретится с хоккейным клубом «Сочи». С момента последней учной встречи команд не прошло и недели, как коллективы сразятся вновь. Только теперь уже в Нижнекамске. 23 января на берегу Черного моря игра выдалась небогатой на заброшенные шайбы. Тогда «Нефтехимик» выиграл с минимальным счетом 1-0, забросив единственную шайбу лишь в третьем периоде. Предстоящая игра – отличный шанс для «Нефтехимика» продолжить победную традицию. Тем более, что потенциал для этого есть, как показала игра с торпеда. «Южане» сейчас идут на восьмой строчке западной конференции, имея в активе 53 очка после такого же количества проведенных матчей. «Нефтехимик» сейчас идет в 10-м на востоке. У «Волча» 100 и 46 очков. Завтра «Нефтехимик» встречается с хоккейным клубом «Сочи». Начало игры в 19.30. Трансляцию игры смотрите на телеканале КХЛ ТВ HD. «Нефтехимик» домашнюю серию завершает. А вот у «Реактора» она в самом разгаре. Первыми соперниками стали оренбургские «Сарматы». Хотя нижнекамская команда после 49 матчей входит в зону плей-офф, их положение в кубковой восьмерке весьма шаткое. В опасной близости в турнирной таблице идут сразу шесть коллективов, каждый из которых может лишить «Реактор» кубковых матчей. Поэтому победа над «Сарматами», которым будет крайне сложно за оставшееся время подняться до зоны плей-офф, была для подопечных Вячеслава Касаткина необходимостью. «Реактор» забил по шайбе в каждом из периодов. Счет открыл лучший бомбардир команды Арсен Хисамудинов. Итоговый счет установили точные броски Максима Полькина и Тимура Хафизова. Галкипер-хозяев Ярослав Азолин отразил 23 броска, но не смог оформить очередной сухарь. Шайбу престижа забросил нападающий оренбуржцев Павел Ткачков. В эти минуты идет повторная встреча команд. В скором времени мы узнаем результат этого противостояния. Теперь к новостям футбола. Касаться они будут, конечно же, нашего нефтехимика. Защитник Сергей Морозов покинул команду. Наш капитан в стане «Синебелых» провел семь сезонов. Защитник сыграл за наш клуб 129 матчей и забил 10 мячей. Впервые в футболке Нижнекамского клуба Сергей вышел 10 мая 2011 года в розыгрыше Кубка России против Пермского «Октана». Два раза выходил с командой в ФНЛ. Футболом заниматься начал в школе футбольного клуба «Крылатская», где стал замечен скаутами «Торпедо». С 2005 года начал выступать за резервную команду «Торпедо». С 2007 года начал выступать за основной состав «Торпедо». В 2009 году перешел в Пермский «Амкар», подписав с клубом контракт на три года. Кроме этого, играл за юношескую сборную России до 17 лет и стал в 2006 году чемпионом Европы, сыграв на турнире во всех матчах. В 2009 году дебютировал за молодежную сборную России в матче против сборной Молдавии. Приехав в Нижнекамск в 2011 году, я и представить не мог, что с этой командой и с этим городом моя судьба будет связана настолько долго и тесно. Этот этап моей карьеры познакомил меня с большим количеством хороших и надежных людей. Именно в «Нефтехимике» я понял, что такое настоящий коллектив. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто неравнодушен к футболу в Нижнекамске. Всем болельщикам футбольного клуба «Нефтехимик». Всем, кто меня поддерживал и переживал за меня. Все это время, проведенное в Нижнекамске, я не забуду никогда. Нижнекамск, я не говорю прощай, я говорю до свидания. Завершим выпуск анонсом события, которого весь город ждал без сомнения весь минувший год. Фестиваль восточных единоборств возвращается в Нижнекамск. Пройдет он в первых числах февраля в Доме народного творчества всех поклонников боевых искусств ждут насыщенные и зрелищные мероприятия. Мастер-классы настоящих легенд мира восточных единоборств и показательные выступления бойцов. В частности, мастер-классы будут вести многократный чемпион Таиланда по тайскому боксу и двукратный чемпион мира по каратэке. В Косинкай в разделе «Тамисивари» планируется, что в этом году фестиваль единоборств посетят много приглашенных гостей. Стало известно, что в числе них будут чемпион Европы и мира по гимнастике Валентин Четверкин и многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, артист цирка «Дюселей» акробат Даниил Калуцких. Всем привет! Я Калуцких Данил. Я Четверкин Валентин. Встречаемся с вами в Нижнекамске на фестивале боевых искусств. До встречи! Увидимся! А на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта. НТР Дефис 24.ру. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – Нижнекамский кожаный венерологический диспансер. Где пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где же пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где? Конечно, в НКВД. В жизни главное – здоровье. Согласитесь, господа. И к нему с большого любовью относитесь вы всегда. Все виды медицинских осмотров в НКВД. Шинников 43А. 29 января в Нижнекамске облачно. Температура воздуха – минус 15 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду. В середине недели будет ясная, но прохладная погода. Спонсор прогноза погоды – Нижнекамский кожаный венерологический диспансер. Все виды медицинских осмотров, консультация врачей и дерматовенеролога, терапевта, миколога, невролога и других. УЗИ диагностика. Лазерное удаление новообразований кожи. Наш адрес – Шинников 43А. Гемангиомы, папиломы и моллюски. Фибромы, кандиломы и невусы. Родинки, сосудистые звездочки, рубцы. Бородавки, генитальные, подошвенные и плоские. В лазерном кабинете НКВД лечение проводит врач-дерматовенеролог Лилия Зайниевна Карпова. 41-12-71. Доверяйте профессионалам. Редактор субтитров А.Семкин